Всем привет! Сегодня мы покажем бесплатный зоопарк и красивый центральный парк Батуми. В этом месте стоит побывать каждому туристу. Развлечения для детей и взрослых, обустроенные зоны отдыха, зеленые деревья, живописное озеро. Тут просто не может не понравиться. Мы зашли в парк со стороны дельфинария, визитной карточки Батуми. Это первый дельфинарий на территории бывшего СССР. Он работает с 1975 года. Парк 6 мая расположен в центре Батуми. В него удобно попасть с бульвара. Точку на карте оставим в описании к этому видео. Первым делом мы отправились гулять по зоопарку. Мы долго искали, где находится касса. Не могли поверить, что вход бесплатный, но денег действительно не берут. Вся территория разделена на три сектора. Первым находятся копытные животные. Тут можно полюбоваться оленями, антилопами, симпатичными пони и зеброй. Некоторые звери предпочитают отдыхать в траве или гулять по огороженной территории. А пони и зебра тянутся к людям и с удовольствием лакомятся травой, которую им протягивают туристы. Видно, что за животными тут ухаживают. Они чистые, сытые и внешне здоровые. Приматы и сумчатые сидят в вольерах, которые поделены на две части. Одна открытая, а вторая теплая. Поэтому зоопарк в Батуми работает круглый год. Звери могут спрятаться в угромном теплом уголке, если захотят. Больер с кроликами особенно нравится детям. Тут всегда оживленно. Звери находятся очень близко. Наверное, их можно даже потрогать. Но мы не стали. Самые интересные вольеры с приматами и птицами. Наблюдать за симпатичными зверушками – одно удовольствие. Кажется, они и сами рады дать небольшое представление. Приматы не выпрашивают еду у туристов. Кажется, у них там огромный запас. Они все время что-то жуют. Или просто гримасничают на радость посетителям. Из зоопарка мы идем немного вдоль озера. И почти сразу попадаем в уголок с аттракционами. Детям здесь точно понравится. Небольшое колесо обозрения, карусель с лошадками, батут, качели, горки. Цены невысокие. Парк 6 мая – самый старый в Грузии. Он был основан в 1881 году. Его площадь постепенно разрасталась. И теперь в нем можно прогулять полдня. И даже не заметить, как пролетело время. Освежающие брызги фонтана особенно приятны в жаркий день. В любое время года в парке 6 мая оживленно. На лужайках бегают дети. На скамейках пожилые люди о чем-то болтают. Студенты изучают конспекты. А парочки любуются красивым озером. Парк очень ухоженный. Посмотрите, какое красивое место для романтических фотосессий. Оно выполнено в форме сердца и украшено розами. Парк разбит вокруг озера, по которому можно покататься на лодочках и катамаранах. Мы заметили даже небольшие круглые лодки со столиком в центре. Отличное место для ужина. А сколько тут деревьев! Маленький ботанический сад! А о большом, самом главном в Грузии, мы сняли отдельное видео. Посмотрите! Еще одна достопримечательность центрального парка Батуми – солнечные часы. Если они не в тени, по ним можно определить время. Я упорно пыталась следовать инструкции, когда солнце было в неудачном положении. У центрального входа в парк 6 мая установлены белоснежные колоннады. Проект был привезен в 30-х годах 20 века батумским врачом из Италии. Когда-то парк носил название «Александровский» в честь императора. Известно, что в 1888 году Александр III посетил его вместе с супругой. Они лично посадили здесь по Магнолии. Позже парк получил имя в честь революции 2004 года. Сегодня, наряду с Приморским бульваром, парк 6 мая является одним из лучших мест отдыха в Батуми. Поддержите нас лайком, нам будет очень приятно. И обязательно подпишитесь на канал, чтобы путешествовать с нами и дальше. Продолжение следует...